тук это считалось лучшая часть жертвы лучшая часть тук жир внутренний жир это считалось самая дорогая самая лучшая часть и она поэтому должна была принадлежать кому богу тука самое дорогое должно быть посвящено вечно нет вообще во всех жилищах с ваших никакого тука и никакой крови не ешьте не думаю что это относится в смысле вы видите о том что запрет на употребление крови в одном конкретном случае снят повторяю вы видите что запрет на употребление крови в одном конкретном случае снят видите в новом завете вы получили заповедь употреблять кровь нет да ну 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 значит а запрет вечный а да вы начинаете задавать следующий вопрос не ответил утвердительно на этот вообще ни да ни нет скажите мне пожалуйста вы видите снятие запретов употребление крови в новом завете снятие запретов ну если есть повеление употреблять пейте кровь мою пейте кровь мою да но это то же самое что снятие запрета или как или это не то хорошо никакого тука и никакой крови не ешьте это запрет да запрет а тот кто пришел такой же пророк как Машея которого надо слушаться говорит а мою кровь употребляйте он снял старый запрет аж крови животных все так же нет ну я странный ну там же кровь животных а он говорит как про свою кровь он же не животное в чем разница скажите мне пожалуйста никакой это что значит что значит никакой никакой значит это вот это это никакой а вот это можно это так значит скажите пожалуйста что в вашем понимании никакой никакой есть никакой никакой это вообще никакой да отлично спасибо Значит, мы одинаково понимаем русское слово «никакой». И что он говорит? Вот. А вот кровь. Это как-то корреспондируется со словом «никакой». Только что «никакой» было «никакой», а когда вот он сказал, уже еще есть какая-то кровь, которая к разряду «никакой» не относится. Никакой относится к слову «вот кровь». Я жду. Я не понимаю, к чему вы ведете. Послушайте, мои хорошие. Данное поведение в разговоре, в общем-то, неэтично. Вообще по определению. То есть, не давать ответа на вопрос, не понимая, что будет с моим ответом, это неправильно. Я же вам задаю вопрос, на который я ожидаю, что вы ответите. Пользуюсь понятием элементарной логики и грамматики. А вы говорите, пользуюсь понятием элементарной логики и грамматики. Я не буду отвечать вам на ваш вопрос, потому что я не понимаю, что будет дальше с этим ответом. Поэтому я на всякий случай буду молчать и не отвечать. Ну, хорошо, давайте помолчим. Нет, но вы же сказали, что пейте кровь мою, это все просто ясно. Я пока не спрашиваю про пейте. Я спрашиваю. Никакой крови относится к любой крови. Есть ли исключение из слова «никакой»? Нет исключения. Нету слова «исключения». Скажите мне, пожалуйста, когда Ишуа говорит «вот кровь», это выражение «никакой» относится к «вот кровь»? Да. Да, большое спасибо. Но он говорит, а это вы должны употреблять. Отменяет ли этот заповедь вот это постановление? Нет, значит, нельзя употреблять. Так если можно, тогда отменять. Если нельзя, тогда не отменять. Вы определитесь, можно или нельзя. В данном конкретном, особом случае и ни в каком другом случае. Я имею в виду в данном конкретном случае. Отменяется. Имеется в виду только в случае крови Иисуса и больше никакой другой крови. Значит, тогда вы не имеете права употреблять. Послушайте, давайте не будем расписываться за других людей, сидящих в этой аудитории. У них другое мнение. Еще раз, повторите, пожалуйста, что же вы сказали. Ну, послушайте, одно постановление противоречит другому или нет? Нет? Какое? Послушайте, вы что, ну, как бы, вы шутите? Еще раз. Отдельно оговорили? Вот это мы отдельно оговорили? Ну, только что? Отдельно мы оговорили, что имеется в виду только кровь Завета, только кровь Ишуа, никакая другая кровь, ни в каком виде не подпадает под это. Мы оговорили это? Да? А что вы сейчас говорите? Вы еще раз хотите уточнить это? Понятно, о чем идет речь, нет? Да. Он сделал исключение. Он отменил тот завет, ту заповедь. Отменил в части своей крови. Он сделал исключение только в отношении своей крови. Еще раз. Сделал исключение. Он отменил в части это? Да. Ну, послушайте, ну, давайте будем нормальными, здоровыми людьми. Ну, если я говорю, послушайте, вот это является исключением из правил, то правило в этой части, оно имеет исключение. Оно отменено и не действует в этой части. Ну, что тут сложного? Ну, послушайте, ну, мы с вами уже пять минут бьемся на одну простую вещь. Что никакой, это значит никакой. А вот это исключение, которое отменяет часть этого правила. Ну, что тут непонятного? Ну, давайте определим. То есть, оно отменяет или не отменяет? Вот и все. Если оно не отменяется, и это постановление вечное, то вы не можете принимать причастие. Вы понимаете это? Если это постановление вечное, то вы не принимаете причастие. Я же спросил вас, вы принимаете причастие или нет? Да, пожалуйста. Пожалуйста, возьмите микрофон. Буквально апостолы не пили кровь Христа, они ведь пили сок виноградный. А с чего вы взяли, что не пили виноградный сок? Потому что написано, и благословил вино, и разоградный. Потому что написано, что благословил вино, значит, это виноградный сок. Ну, виноградный. Я прошу прощения. Так сок или вино он благословлял? Это в любом случае не кровь, это вино. Скажите, пожалуйста, он сок или вино благословлял? Вино. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а когда он благословлял, что он сказал? Это кровь Моя Нового Завета, за вас проливаемая во оставляние грехов. Но это не то, что Он имел в виду. Иисус говорит, едущий Мою плоть, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, а Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет в Ноем. Сей есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сей говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его слышат то, что говорили. Слышат то, говорили. Какие странные слова. Какие странные слова. Кто может это? Слышать. Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, что он сказал. Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человечества, восходящего туда, где был прежде, Дух Животворит, плотнее пользовать немало. Слова, которые я говорю вам, суть Духа жизни. Но есть некоторые из вас неверующие. Итак, он говорит. Субтитры делал Dуха жизни. Кто не будет? Кто не будет чего делать? Пить символа? Он говорит, кто не будет пить? Я вообще достаточно здоровый человек, как мне казалось, не факт, конечно, но мне просто казалось. Я догадываюсь, что во время пасхального седора Ешоа не вышел за двери, не нацедил немного с вены и, вернувшись, не предложил им то, что он нацедил именно с вены. Это понятно, да? Что там стояло на столе? Вино. Что он сказал? Что он сказал? Я прошу прощения, где слово духовное? А, вам надо понять. Начнем тогда. Прочитайте, что там написано. Что он написал? Если жертва его есть в сожжении. Если жертва есть. Рисовать картинку двух бычков, которые есть или не есть. Бычок, физический предмет выглядит одинаково. Физический предмет выглядит одинаково, но один есть, а другой не есть. И он говорит, если он есть, то соответствует определенным требованиям. А если он не есть, то он этим требованиям, что не соответствует. Вопрос в микрофон дайте, пожалуйста. Как может быть сок, вино быть кровью? А он говорит, это есть. Ну вот как это? Ну я не знаю, он так сказал. Еще, я прошу прощения. Он сказал, а как, я прошу прощения, бычок есть жертва всесожжения. То есть тут все понятно, да? Бычок есть жертва всесожжения. Вот это есть жертва, а это не есть жертва. Это вы понимаете? Это вы понимаете? А как вы понимаете? Как вы это можете понять? Что вот этот бычок есть, а этот не есть. Как вы можете понять? Что их отличает? Ну что их отличает? Вера приносящего. Он должен соответствовать определенным условиям. И вы должны что? Верить. Если вы не верите, эта жертва есть? Нет. Если он не соответствует этому условию, эта жертва есть? Нет. Если место не то, эта жертва есть? Нет. Послушайте, ну он же бычок и бычок. Но с бычком что не так? С бычком что правильно? Но не есть. Очень важное слово. Я когда, ну, разбирал, помнится мне пару дней назад, я обращал ваше внимание на слово «есть». Я обращал ваше внимание, я говорю, послушайте, это супер важное слово. Если чего-то не срастось, то это не есть. Он что, не есть бычок? Бычок и бычок, но жертвы, извините, нет. Не есть. А если все условия совпадают, то это есть жертва. А он говорит, а это есть кровь. Значит, по-вашему, это должно быть то, что он именно взял с вены и туда налил. Он говорит, это есть. Ну, понятно, что это не была физически его кровь. Это понятно? Это понимали люди, которые сидели с ним за одним столом. Это понимали они? Понимали, да? У них хорошо было с глазами, с обонянием. Они понимали, что это то, что они сейчас пьют, вдруг сверхъестественным образом не превратилось в настоящую кровь. Они это понимали? Понимали, да? Все хорошо было. Они сказали, слушай, ну ты что, ты что, не видишь, что это не кровь? Убери со стола, ну давай, убери. Давай настоящую. Или он им говорит, это есть. Они говорят, ну раз ты так сказал, что? Значит, есть. Значит, мы в это что? Верим. Или он сказал, послушайте, ребята, ну на самом деле это не есть. Это так, символ. Ну, чтобы вам было просто понятно, я тут налил, оно тоже красное, чтобы было издалека похоже, символ. Или он сказал, это? Есть. Для иудеев, слышавших о том, что он говорил, это было невероятно. Потому что они знали, что есть запрет на употребление чего? Крови. Железно они знали об этом? Железно. И они, когда услышали некоторые, перестали с ним ходить. И они говорят, послушайте, если этот парень говорит такие слова, то мы не будем этого делать по-любому. В законе Моисея был ясный и четкий запрет. Никакой. Был такой запрет? Он говорит, послушайте, кто может слышать эти слова? Кто может слышать? И он, знаете, он не играл в такое, ну давайте я сделаю вам эту мысль удобной. Давайте я вам скажу, что на самом деле это не то, что есть, а это что-то другое, только издали похожее. Ну чтобы вы не обиделись. Что я на самом деле не нарушаю в этой части этого. Я не отменяю в этой части этого. Я лишь просто, ну вот так вот как-то, чтобы вас не обидеть, скажу, что это не есть. Хотя это на самом деле есть, но чтобы вы не переживали, это не есть вот то, что это есть. Или Ешо смотрел на них и говорил, послушайте, это есть вот это. Да, и если вы не будете этого употреблять, то вы не будете иметь жизни. Нравится вам это или не нравится? Это так. Многим не понравилось. Еще раз. Многим это не понравилось. Не поняли? Не поверили и перестали. Но когда он сел за свой пасхальный седр, последний седр, он взял чашу и сказал, это есть. Когда он брал хлеб, мацу, который лежал на этом столе, он сказал, это есть. Не понял? Что, оно превратилось в кусок мяса? Маца чудесным образом стала плотью его. Нет. Маца, она, в общем-то, осталась, как это ни странно, я думаю, мацой. Я так думаю. Я так думаю, я так верю, что ничего, ну, сверхъестественного с мацой в плане превращения ее в плоть не произошло. Но я верю в то, что сверхъестественно произошло, то, что она стала его плотью. Для верующих Нового Завета написано, мои хорошие, как это ни странно, что это отличается от обычной мацы. И это отличается от обычного вина. И говорит, и вы должны различать, в чем разница между этой мацой и той, за которую вы помолились, и ту, которую вы едите в его воспоминание. И написано для верующих Нового Завета, что, ребята, если вы не видите никакой разницы, то многие из вас болеют, и даже что? Да какая разница? Слушайте, и то маца, и то маца. Послушайте, и то маца, и то маца. И все стоит зачем? За одним столом. За одним столом? А нужно, ну, как бы, вот один стол. Вот я хорошо вижу, вот маца. Вот она из одной пачки достана, из одной коробки она достается. И я это кушаю вчера, третьего дня, люблю мацу. Знаете, те, кто кушает мацу, узнаю ее по лицу. Так мои дети шутят. Я ем мацу? Ем. Что-то, я ее ем с каким-то особым благоверением? Или просто я ем? Ем. Ничего страшного со мной не случается. Ничего. Но если я взял Эту мацу, Помолился, Она стала его чем? И попробуйте к этой маце отнестись неправильно. Попробуйте. Можно умереть. Ну, вы слушайте, она же взята из этой коробки. Из этой коробки взята. Она же никакой, она же с другой муки сделана. Там какая-то другая особая вода. Он говорит, это есть просто моя плоть. В тот момент, когда мы помолились, произошло одно из величайших таинств Нового Завета. Величайшее таинство Нового Завета. Вдруг оно стало его плотью. И его кровью. Ну, я не знаю, как это. Я не могу вам объяснить, что там происходит. И я знаю, что я в это верю. И еще раз, давайте со мной поговорим. Говорите, говорите. Это, ну, ключевые моменты вообще. Говорите. Ну, все равно остается вопрос. В Синайском Завете вот написано, постановление вечное. Это отменилось? Вот вы сейчас говорите, что это отменилось? В этой части, конечно, да. Ну, хорошо. Но тогда почему? Если вот кровяная колбаса, не ешьте, да? Не ешьте. Значит, в Новом Завете кушайте кровяную колбасу в мое воспоминание. Ну, и шо пил. Ну, сказал, пейте в мое воспоминание. Тут все-таки не отменилось. Ну, написано вечное постановление. И вот я не могу это понять. Вас интересует есть кровь, как это? Не, ну, вот оно так и осталось, не есть крови и тук. Оно же по сегодняшний день так и есть. Мы как-то недостаточно конкретно сказали. Давайте я повторю еще раз. Не, я поняла все. Айшуа, Амаце, я поняла. Я хочу вот это. Синайский сейчас. Это не отменилось? Или таки ваше мнение? Или оно все-таки... Но здесь написано, что не отменилось. Что это вечное постановление? Я прошу прощения. Мы случайно не конкретизировали, что мы говорим только об отмене этого, касающемся только исключительно крови Нового Завета, который есть кровь Ешо-Мессии. Мы этого не говорили? Говорили. Еще раз надо это сказать? Нет, все, спасибо. То есть мы, я еще раз могу сказать, мы говорим об отмене этого вечного постановления только в части крови Нового Завета. И эта отмена отдельно прозвучала из слов Господа нашего, Ешо-Мессии. И он оговорил только эту часть и никакой другой больше. Это понятно? Кровянку есть не надо. Нежелательно. Плохо я сказал, наверное. Не надо. Я прошу прощения. Я в прошлой части этого занятия уже делал достаточно резкие замечания. И я сейчас говорю о достаточно серьезных вещах. Останавливаясь на них достаточно подробно, я не буду, пожалуй, разбирать, чего вы готовите и как. И не буду разбирать, ну, все тонкости приготовления пищи и субпродуктов, какие они бывают, чего там есть, чего не есть, и как на это смотреть, и как оценивать, присутствует там кровь или не присутствует. И что надо сделать, чтобы удалить остатки этой крови. Можно я этим не буду заниматься? Я достаточно четко и конкретно сказал, что снятие запрета мы видим только в одной части. Я достаточно четко сказал? Да. И я достаточно четко сказал, что все остальное, я верю, остается постановлением каким? Вечерное. Все, извините, я только это сказал. Я прошу прощения, мы тут вот давеча собирались, мы затрагивали вопрос. Заяния 15-20 и некоторые вопросы, связанные с этим местом писания, мы потратили, по-моему, часа 4, да? К однозначному заключению не пришли. Хорошее место писания, но там надо прочитать, что написано еще в 21 стихе, корреспондировать с 20. У вас какие знаки препятания между 20 и 21 стоят? Откройте, откройте. На это еще. Разные, разные. Это у вас стоит двоеточие. Не факт, что у всех остальных оно там. Что там за знак препятания? 20 и 21. 20 и 21. Двоеточие. У некоторых стоит точка. Двоеточие это... Ну, не две разные вещи, это два разных предложения. А двоеточие, в общем-то, соединяет 20 и 21. Ну, понятно, да? Ну, по смыслу они соединены, потому что 21 начинается с каких слов? Ибо закон нести. Ибо потому что... Это продолжение мысли? Продолжение мысли. Так вот, не надо цитировать, ну, только начало мысли, потому что там есть еще продолжение. Не факт, что вы поняли правильно первую часть. Понятно, да? Поэтому я так тихо сполз под... Все понятно, да? Ну, не все так просто и однозначно. Давайте остановимся пока на том, что мы читаем в Левитах и видим в Новом Завете. Понятно, да? Абсолютно понятно, что Ишуа обладал неким авторитетом. Это понятно? Каким? Было пророчество, что Бог воздвигнет из народа Израиля пророка такого же, как Маше. Такого же, как Маше. Это какого? Законодательного. Тот, кто принесет что? Закон. И он принес закон и говорит, послушайте, кто не будет этого делать, не будет иметь чего? Жизни. Ну, пожалуйста. И те, которые знали старый закон, вмещалось оно в них? Нет. Не вмещалось. Я вам говорю, послушайте, у меня тоже не очень помещается. Но он так сказал. И если я хочу иметь жизнь, я должен так делать. Я могу капризничать и говорить, послушайте, ну какая это кровь, ну это же виноградный сок. Или это же, ну, когор, который вы купили в соседнем магазине. Ну, может, некоторые привозят, специально ездят в Молдавию, хороший когор, настоящий. Ну, это же не кровь. Пойдите, зарежьте кого-то и нацедите нормально. Что вы себе позволяете? Написано кровь, значит, должна быть что? Что должно быть, если написано кровь? Что молчите? Кровь. Написано что? Которое есть что? Которое кровь. Есть, ну, очень серьезная фраза. Это есть. Я не знаю. Но для него это не проблема. Если он так сказал, то, наверное, это не проблема для него. Когда некоторые просили, чтобы кто-то замолчал, он говорит, ну, в общем-то, если они замолчат, то камни что будут? Что ты говоришь? Какие камни? Они что, умеют? Они что, умеют? Камни умеют кричать? Нет. Еще не слышали вы камней, которые кричат? Значит, что? Он говорил неправду? Правду. Потому что если бы они замолчали, камни бы начали кричать. И если он сказал, что это есть, то какая с этим проблема? Никакой. Расслабьтесь. И если он сказал, что можно, несмотря на то, что, я думаю, что он подозревает, так и знал, что написано в книге Левит. Ну, я так думаю, что он знал. Знал? Знал. Он говорит, а это надо делать. То он отменил постановление вечное, написанное в книге Левит относительно своей крови. Отменил? Ну, видите, как все просто. Каких-то полчаса, и мы согласились. Я думал, что если мы только это поймем, то я точно не зря приехал. Понятно, да? Слава Богу. Жертва за грех. Глава 4. И сказал Господь Моше, говорят, скажи сынам Израилю, есть ли какая душа согрешит по ошибке? Почем? А можно намочить? Спасибо большое. И если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господней и сделает что-нибудь, чего не должно делать. Очень важная часть. Душа согрешит по ошибке. Здесь вводится понятие непреднамеренного действия. Человек, который совершал ошибку, он хотел ее совершить? Нет. Когда мы ошибаемся, то мы ошибаемся не специально. И именно потому, что мы ошибаемся не специально, это называется ошибка. Но здесь Всевышний говорит, послушайте, я даже к вашей ошибке, если она является чем-то, что противоречит моей заповеди, отношусь к этому как? Как к греху. Итак, скажите нам, Израилю, если какая душа согрешит по ошибке, против каких-либо заповедей, и соделает что-нибудь, что не должно делать. Здесь вводится понятие против каких-либо, это значит против любых. И если священник помазанность согрешит и сделает виновным народ, появляется слово какое? Священник. И не просто священник помазанный. И проступок священника помазанного приводит к чему? У-у-у-у! Ого! И сделает виновным народ. Вот это да. То за грех свой, которым согрешил, грех чей? А виновен кто? Интересно. Пусть представит из крупного скоталь тельца, без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям в скинье собрания перед Господом. И возложит руки свои на голову тельца, и заколит тельца перед Господом. И возьмет священник помазанной кровью тельца, и внесет ее в скинье собрания. И омочит священник перст в кровь, покропит кровью семь раз перед Господом, перед завесой святилища. И возложит священник крови тельца перед Господом на роге жертвенника, благовонного курения, который в скинье собрания. Остальную кровь тельца вылит под ножью жертвенника всесожжений, которые входят в скинье собрания. И вынят из тельца за грех весь туг его, и туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренней стыке, и обе почки, и туг, который на них, который на стеклах, и сальник на печени, и почки отделят их. Как отделяет от тельца жертвы мирно, и сожжет их священник на жертвенники всесожжения, а кожу тельца, и все мясо его, голову, ноги его, и внутренности его, и нечистоту его. Понятно, да? Всего тельца пусть вынесет вне станы на чистое место, где высыпет пепел и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там сожжет, сожжен будет. Понятно? Скажите, пожалуйста, а здесь предусматривается что-либо другое, кроме того, что определено? Если мы говорили о жертве всесожжения, эта жертва, кстати, похожа на жертву всесожжения, здесь все сгорало? Все сгорало, только часть сгорала на жертвеннике, часть сгорала где? На чистом месте, вне города, вне стана. Но все сгорало? Да. Но по отдельности. Но все. Но похоже? Похоже, все нормально, похоже, ну, рядом, ничего никому не доставалось, все принадлежало Богу. Да? Но была уже какая-то разница. Ну, по идее, тогда можно было что-нибудь еще другое принести, ну, если не было денег. Если было всесожжение, то я мог привезти. Немаленькую птичку мог. Мох? Мох. А здесь? Да. И о желании, ну, что-то тут написано? Нет. Не о желании здесь тоже ничего не написано. Здесь четко оговорено, если он, то жертва может быть только такая, принесена только таким образом, и вариантов нет. Это понятно? Если же все общество Израиль согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделается что-нибудь против заповеди Господней, ничего не надлежало делать, и будет виновна, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его перед скинью собрания. И возложит старечное общество руки свои на голову тельца перед Господом, и заколит тельца перед Господом, и внесет священник помазанный крови тельца в скинью собрания, и обочит священник перстую кровь, и покровит весь раз перед Господом, перед завесой святилищем, и возложит крови на роге жертвенника, который перед лицом Господнем скинет собрания, остальное кровь выелит, под ножей жертвенника все сожжение, которого входа скинет собрания, и весь стук его вынет из него и сожгет его на жертвенника. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, так очистит их священник, и прощено будет им. и вынесет тельца в Нестан и сожжет его, как сжег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. Варианты есть? Только телец. И приносился он в жертву точно так же, как за священника помазанного, который ввел в грех весь народ. Написано, что если кого влечет душа, написано, нет? Если кто захочет, нет? И если согрешит начальник и сделает по ошибке что-то против заповеди Господня, Бога своего, чего не должно делать и будет виновен? Обращайте внимание, да? На каждом есть различная ответственность. И когда узнан будет им грех, которому согрешил, пусть прийдет в жертву козла без порока. Оп! Что-то изменилось. И возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколает всесожжение перед Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник перстом в своем крови от жертвы за грех. И возложит на роги жертвенника всесожжение. Остальной кровь вылейт его под ножи жертвенника всесожжение. И весь туг его сожгет на жертвеннике, подробно как туг жертва мирной. И так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. И процедура совсем другая. Понятно, да? Ответственность другая, процедура другая. Когда касалось священника и общества, и общества отдельно, процедура была одинаковая? Когда касается начальника, это не касается всего общества. Процедура. Жертва имеет меньший размер. Его ответственность достаточно большая, но меньше, чем ответственность всего общества, народа. И если же кто из народа земли согрежит по ошибке? Кстати, я забыл чуть-чуть добавить. 25 стих. Возьмет священник. В 16 стихе кто был? Священник помазанный. Священник помазанный. Когда речь шла об обществе, священник должен быть помазанный. Когда шла речь о начальнике, уже шла речь о... Просто священнике. Понятно, да? Если кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, и когда узнан будет им грех? Опять, преднамеренный грех? По ошибке. Пусть приведет он в жертву козу, без порока, за грех свой, который он согрешил. И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколит козу жертву за грех, и на месте, где заколает жертву всесожжение. И возьмет священник крови. Опять кто у нас? Не помазанный. Перстом своим и возложит на ноги жертвенника всесожжение. Остальную кровь он вылит к подножию жертвенника. И весь туг отделит, подобно как отделяет туг от жертвы, мирно, и зажгет его священник на жертвеннике в приятном бухгалюхане Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. Если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола, без порока, возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколит ее за жертву за грех, на том месте, где заколает жертву всесожжение. И возьмет священник перстом в своем крови от жертвы за грех, возложит на ноги жертвенника всесожжение, а остальное от крови его вылит к подножию жертвенника. И весь туг его отделит, как отделяет туг от овцы и жертвы мирно, и сожжет все священник на жертвеннике в жертву Господу, так очистит его священник от греха, которому он согрешил, и прощено будет ему. Здесь подразумевается уже два варианта на выбор. Есть возможность выбирать? Да. Нет возможности выбрать, приносить или не приносить, но что приносить, уже человек мог выбрать. А какое слово там? Ну, в переводе сихона, возложит руку свою на голову очистительную жертву за грех. Ну, понятно, что она не такая, как в том случае. 32 стих, пожалуйста. А если опцу... Ну, ну. А если опцу захочет принести... А это что значит? Мы о чем сейчас говорим? Я говорю о чем? Выбор жертвы был или нет? Да. А вы о чем? Ну, о том же, мама, акцент на случай. О чем у вас акцент другой? Скажите мне, пожалуйста, мы до сегодняшнего дня разбирали разницу между крупным рогатым скотом, мелким рогатым скотом и птицами? Да. Разбирали? Мы говорили. Как вы думаете, если мы начнем сейчас это разбирать? Мы скоро закончим? Проехали. Спасибо. Ого. Там все нормально со снегом? Да, идет жара. Хорошо. Понятно, да? Да, слушаю. Здесь говорится о том, если священник помазанный согрешит, а если просто священник согрешит по ошибке, то какую жертву он должен принести? Такой же, как и народ. Есть ли кто из народа? Народ как? Спасибо. А я слышал мнение, что каждый священник, ну это, по-моему, в Писании есть, был помазан, чтобы приступить к служению. Помилуйте, друзья. Помилуйте. Я не буду разбирать все мнения, которые вы слышали. Это понятно? Пожалуйста, помилуйте меня. Потому что мы так никогда не закончим. Священник должен был принести жертву посвящения. Вы об этом что-то слышали? Слышали? Где это вы слышали? В Торе вы слышали. Тогда вы читали, а не слышали. Скажите мне, пожалуйста, а что такое жертва посвящения? Почему все священники должны были посвящены быть? И какая была процедура посвящения? Все, большое спасибо. Понятно. Тогда чуть-чуть позже мы поговорим на эту тему. А это была процедура посвящения, которая длилась сколько? День? Два? Семь. И только кровью, и все? А там больше ничего не было? Маслом уже у нас появилось. Еще что-то сейчас появится. Еще хлебы появятся. Они должны были еще что-то есть. Там все нормально было. То есть, это была процедура посвящения. Но здесь говорится о процедуре посвящения всех священников, или говорится о процедуре помазания, и конкретно отдельно помазанного священника. Надо посмотреть. Вот посмотрите, пожалуйста, потому что говорится именно о помазанном священнике, а в другом месте говорится о священнике. Тема помазания сама по себе очень интересная тема, потому что в Израиле было несколько видов помазания. Они отличались по составу. Знаете об этом? Знаете, нет? В Новом Завете, когда говорится о помазании, о возложении рук, то это непростая история. Потому что помазание царя это было одно помазание, помазание священника было другим помазанием, помазанием пророка было третьим помазанием. Они были различные. Помазание царя, священника и пророка. Вы еще знаете, какие это помазания? Все эти помазания были какими? Служебными. Они предназначались на разное служение. И поэтому состав помазания был различным. Различное служение. И в Новом Завете мы тоже видим различные служения, и этим служениям соответствуют различные помазания или различные дары. Понятно, да? Понятно, нет? Различные дары. Дары будут соответствовать тому служению, на которое вы призваны или помазаны. Понятно, да? И когда говорится о священнике помазанном, имеется в виду конкретно священник, который был помазан, и не любой священник мог входить в святое. Мы и там не говорится о святом святым. Там говорится о святом. Понятно, да? И не любой священник мог приносить там что-то хотели? Понятно, есть различия. Различие было по доступу, потому что он заходил туда, куда не должен был заходить тот священник, который приносил жертву за начальника и жертву за любого из народа. Разницу чувствуете? Ответственности различны? Жертвы различны? Опять подчеркиваю, любой из народа. Касалось только тех, кто относился к этому народу. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетельным, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. И если тут уже появляется что? Осознанные действия. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетельным, или видел, или знал, но что сделал? Не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, что он нечистый и виновен. Здесь осознанно, не осознанно? Неосознанно. Но все равно виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая не была бы нечистота, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнал, то он виновен. Или если кто возрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какого бы то ни было дела, в котором люди безрассудно клянутся, и не знал того, но после узнает, то он опять неосознанно. И если он виновен в чем-либо из сих исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности, из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха. Появляется понятие жертвы, какой? Повинности. Появляется понятие грех, появляется понятие вина. И кто очищал? Священник. Священник имел право очистить. Очистить этого человека. Потому что он поступил в соответствии с теми обрядами, которые были. Здесь появляется очень важная часть, которая называется что? Да, мы хорошие. Исповедуется, в чем он согрешил. Появляется часть, которая называется исповедание. И если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлец или двух молодых голубей одного в жертву за грех, а другое вовсе сожжение. Смотрите, появляются варианты, когда человек что? Не мог. Не мог. Ладно. Понимаю. Здесь жертва может уменьшена быть в размере и соответствовать возможностям того, кто жертвует. Но он говорит, тогда должен принести жертву повинности и жертву всесожжения. Если он не в состоянии принести двух горлец или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что он согрешил, в десятую часть ефа пшеничной муки, в жертву за грех. «И пусть не льет на нее елея, чтобы она не была похожа на что? На хлебную жертву. И пусть не льет на нее елея, и левана пусть не ложит на нее, ибо эта жертва за грех отличается от жертвы хлебной». «И принесет ее священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу». Эта жертва за грех. Понятно, да? Понятно, что происходит? Бог снисходит к возможностям того, кто согрешил. Этого не происходит здесь. Этого не происходит здесь. Да? Этого не происходит здесь. Но уже здесь есть варианты. Понятно? То есть позиция человека определяет ответственность. И кому больше давно, с того что? Молодцы. Перерыв.